В мультимедийном парке «Россия. Моя история» состоялся открытый диалог сенатора, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по науке и образованию культуре Людмилы Скаковской с профсоюзными организациями бюджетной сферы Тверской области. Председатели профсоюзов обозначили основные проблемы в образовании, здравоохранении, культуре и в других сферах. Открыли обсуждение представителей сферы образования. Председатель профильного профсоюза Татьяна Бордачева обозначила ряд проблем. Самая волнующая – низкая заработная плата работников образования. Отсюда и нехватка кадров. Особенно это касается молодежи, которая стремительно уезжает работать в Москву или Санкт-Петербург, где оплата труда значительно выше. И, конечно, по мнению членов профсоюза, сегодня почти стерта разница в материальном обеспечении между людьми невысокой квалификации и профессионалами с большим стажем. Больше всего нас беспокоит то, что не утвержден на уровне России минимальный стандарт, учительского труда. И сегодня заработная плата за одну и ту же квалификацию, за одну и ту же нагрузку у нас по России разнится в 5-6 раз. Это несправедливо. В год педагога и наставника этой проблеме уделяется особое внимание. К 1 сентября по инициативе губернатора Игоря Рудени повысили единовременные выплаты учителям, воспитателям и другим работникам образования региона. Также лидеров организации волнует вопрос заинтересованности молодежи в профсоюзах. Вступать не горят желанием, потому что не ощущают поддержки. В связи с этим предложили создать условия для укрепления профсоюзных организаций, чтобы они были хорошим подспорьем для молодежи. Становление гражданского сознания должно начинаться буквально с учебной скамьи. Общественность является навигатором власти. И это действительно так. Для того, чтобы власть шла нужным курсом, обязательно нужно сверять часы с общественностью, с тем, что хотят видеть граждане. Главная цель встречи — найти пути решения основных проблем, которые обозначили председатели профсоюзных организаций. Отрадно, что о нуждах педагогов врачи и работников культуры знают на самом высоком уровне. И выработкой решений занимаются, что называется, не случайные люди, а профессионалы высочайшей квалификации, глубоко погруженные в тему. Хочется выяснить и понять, выполняются ли те законы, те подзаконные акты, которые на федеральном уровне звучат, как на региональном воспринимают эти инициативы. И мне очень приятно, что наши тверские люди, жители Тверского региона, принимают очень активное участие в этих мероприятиях. И зачастую инициатива, поступающая от жителей Тверского региона, в той или иной степени находят воплощение в законах, которые действуют на территории Российской Федерации и служат во благо всем членам нашего общества.